МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РБ-пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Наша уникальная телеперина для школьников приближается к концу своего седьмого сезона. Финал будет красивый, великолепный, яркий. Ну, посмотрите ещё сами. Ну, а мы решили сегодня дать шанс ученикам восьмых-девятых классов. Те, кого в интеллектуальных играх называют ювеналы. У нас ювенальская серия. И слева от меня в синих шарфах сборная областного дворца творчества детей и молодёжи, главной нашей кузницы талантливых детей, главного предприятия по выпуску талантов. А справа от меня команда, вот, красиво в форменных галстуках, 71-я гимназия города Гомеля. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, как обычно, прежде чем начать, низкий поклон телерадио-компании Гомель и Гомельскому область полкома, который финансирует и поддерживает нашу, подчёркиваю ещё раз, уникальнейшую викторину. Итак, начинаем. РУД-пятёрка. Ювенальская серия. Поехали! Первая проба сил – это блеф-игра «Донетка. Верите ли вы?» И я сразу обращаюсь к Родиону Полевому, который капитан синих. Родион, кого отправляете в бой на первой игре? Ну, пойдёт Илья. Илья на блеф-игру уходит. Дарья Романовская, капитан красных. У нас пойдёт Никита. Итак, Илья против Никиты. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Ну, раз дети у нас, все вопросы в блеф-игре будут про детей. Итак, верите ли вы, что трёх колёс на эллисипеде были придуманы специально для детей? Никита? Не верю. Да, для взрослых, в самом деле. И первые пять очков в своей жизни заработал Никита для команды. Верите ли вы, что скаутами могут быть только дети? Да. Нет. Да, руководители тоже считаются скаутами. Браво, счёт сравнялся. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что в первых Олимпийских играх современности в Афинах наряду со взрослыми участвовали и дети? АПЛОДИСМЕНТЫ Фальстарт Никита, за этим очень строго следит на шейтрону судья. У Льи поделся шанс. Но? Нет. Нет, конечно. Вы правы. Хорошо. Верите ли вы, что безалкогольное пиво придумали специально для детей? Не верю. Да, для водителя его придумали, вы правы. И заканчиваем. Верите ли вы, что ещё ни один ребёнок не побывал в космосе? Никита, фальстарт. Илья? Верю. Да, вы правы. Ни один ребёнок в космосе не побывал. Блеф. Игра закончилась. Ни один из вопросов не остался без ответа. Это редко у нас бывает. И счёт стал 15-10 в пользу сборной дворца. Мы играем дуэль игру. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у вас будет 5 секунд для того, чтобы решить, какую тему на себя сможет взять. Внимание. Темы следующие. Ну, начинаем мы с буквы А. Потом тема две буквы. Потом наша Маша. Общее слово и дела духовные. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто уйти, и он себя сможет взять. Вперёд! Великолепно. Итак, внимание. Дуэль игра. Буква А. Родион, кого отправляете в бой? Лену. Итак, Лена. Дарья, вы? У нас придёт Анна. Итак, Елена против Анны. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Начнём. Буква А. Все ответы начинаются с буквы А. Так называлась буква А в старой кириллице. Лена. Ас. Ас. Начали мы с азов. Всё правильно. 5 очков заработала Елена. Играем. На этом континенте живут кенгуру. Да, Лена. Австралия. Австралия. Всё очень просто. Играем дальше. Они отправились за золотым рудом на корабле Арго. Фальстарт у вас. Фальстарт. Аргонавты. Да. Аргонавты. Аргонавты. Это верный ответ. Играем дальше. Кусок земли называется территория. А вот кусок воды это? Похоже. Терра, земля, территория, да. Акватория. Акватория, да, Елена. Анна, держитесь. Не узнаю вас. Этот апостол первозванный. А зовут его? Андрей. Великолепный ответ. По-моему, 25 очков записала Елена насчёт своей команды. И счёт становится 40-10. Браво, Елена. Мы играем в следующий бой. Идя в внимание. Идя в внимание. Следующая тема. Следующий бой. Две буквы. Отец состоит из двух букв. Таких слов не очень-то и много, если разобраться. Родион, кто у вас справится с двумя-то буквами? У нас ОА на две буквы, знает Ксюша. Хорошо, что на две буквы, Ксюша. Дарья у вас? У нас Никита. Итак, Ксения против Никиты. Вперёд! Никита! 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 Итак, поехали. Это первое русское блюдо. Ну. Ну, прошёл Ксения. Щи. Щи, конечно. Пять очков. Хорошо. Он лежит на дне реки. Иногда толстым слоем. Да. Ю. Ю, великолепно! Играем. Это то, что не стоит пить. Яд. Да. Вы почувствуете лёгкое недомогание, как говорится у Кэролла в Алисе. Браво. Один из двух под носом это... Это ус. Два это усы, а один это ус. И заканчиваем. Антирай. Ад. Ад. Да, Ксения, вы правы. И после второго боя счёт стал 55-15. Мы играем в следующий бой. Третий бой наша Маша. Всё о Машах, Мариях и так далее, и так далее. Родион, кто знает про всех Марий? Пойду сам. Сам пойдёт. Хорошо. Дарья? Пойду я. Капитанский бой. Вперёд! Да! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание. Наша Маша. Сокращённо Маша, а полное имя звучит фальстарт у Даши. А у Родиона есть шанс? Мария. Мария, это правильный ответ играем. С этим именем связана Маша в названии цветка. Иван. Иван, да, Мария есть такой цветок, да. Это самая знаменитая российская теннисистка. Да, Даша? Мария Шарапова. Браво, Даша! Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Её культ один из самых почитаемых в христианском мире. Милея. Марии. Дивы Марии, разумеется, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. Психологи против того, решительно против того, чтобы маленькие дети смотрели этот мультсериал. АПЛОДИСМЕНТЫ Диардион. Маша и Медведь. Да, там такая уж Маша невоспитанная и нехорошая девочка, что просто может быть плохим примером для маленьких детей. И так, в Димане, после третьего боя, после нашей Маши, 70-25, разрыв потихонечку сокращается, а мы играем в следующий бой. Четвёртый бой, его тема «Общее слово». Ну, помните, девица, армия, море. Значит, красное. Ну, а тут у нас будут другие прилагательные. Итак, Родион, кто готов? У нас готов Илья. Илья. У Даши кто готов? Артём. Итак, Илья против Артёма. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Общее слово, внимание. Дурак, год, отличник. Какой? Да, Илья? Чёрный. Чёрный дурак, не встречал ни разу. Может, Артём догадается? Круглый. Круглый, конечно же! Ещё внимание. Гвоздь, человек, занавес. Ну. Да. Гвоздь, человек, чёрный. Какой, какой? Чёрный. Чёрный, понятно. Прошу. Железный. Железный, Айрунмен, гвоздь, занавес, железный. Было время Холодной войны, играем. Прибой, волк, узел. Какой бывает волк? Так говорят на старом капитане. Морской. Я уже начал комментировать. Морской прибой, морской волк и морской узел. Продолжаем. Сок, веник, лес. Ну, сок какой пьёте-то? Из леса. Да. Берёзовый. Берёзовый, великолепно! И заканчиваем. Шутка, приправа, бритва. Какая? Острая. Острая, великолепно сыграла Артём. Блестяще сыграла Артём. 75-40. Счёт выравнивается. Мы играем в следующий бой. Дела, духовные. Тема нашего пятого боя. Родион, кого отправляете в бой? У нас отправятся на дела духовные Анна. Анна. У Даши? Юля. Анна против Юлии. Вперёд! Анна, к вам. Это первый ваш бой? Да. А откуда вы? Я из 56-й гимназии. Великолепно. Играем с вами. Дела духовные. Египтяне обозвляли эту реку. Да. Нил. Нил. Да, Анна. Играем. Эта книга делится на суры. Тиже? Коран. Коран. Великолепно. А главная книга мусульман. Играем. В этой стране больше буддистов, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Фальстарт у вас Анна. Очень строго. Электронно сведе. Прошу вас, Юля. Иран. Иран. Это неправильный ответ. Индия. Это Китай. Это Китай. Играем. Наибольшее число приверженцев иудаизма в США и в этой стране. Юля. Египет. Египет. Нет, не совсем правильный ответ. А может быть, Анна. Израиль. Израиль. Это точно ответ. Браво. И заканчиваем. Писанки. Писанки. Непременно украсят стол православных в этот великий праздник. Прошу. Пасха. Великолепный ответ, Юля. Итак, после дуэли игры 90-45. Счет поровну, но все еще исправимо. Играем. Тест игру. Ну что ж, господа. Тест игра. Такое скоростное, с кнопкой, с лампочками, с правильными ответами. Централизованное тестирование. Вопрос. Три варианта ответа. Нужно нажать на кнопочку и сказать правильный вариант. Все очень просто. Через три года вы будете делать это. А может быть, к тому времени ее уже отменят. Итак, внимание. Родион, кого отправляете на тест? Ксюша готова. Ксюша готова. Ксюша всегда готова. Дарья у вас? Анна. Дарья, улыбнитесь. Все хорошо. Вот у Анны улыбка на лице. А у нас улыбка идет в бой. Вперед! Итак, внимание. Тест игра объединена общей темой. Сказки Пушкина. Сегодня я расскажу вам сказку, дети. Начнем. Сына царя Салтана звали. А. Иван. П. Елисей. Ц. Гвидон. Да. Гвидон. Гвидон, конечно. Гвидон Салтанович. Князь Гвидон. Десять очков дали своей команде. Хорошо. Второе желание старухи сказки рыбаки и рыбки это А. Корыто. Б. Изба. И. Творятство. Да. Изба. Изба. Избу просит сварливая баба. Да. Десять очков. В стихах Пушкина про лукоморье А. Тридцать три богатыря. Б. Тридцать три богатырей. И. Ц. Один богатырь. Да. Тридцать три. Тридцать три вы не правы. Анна у вас есть шанс поправить. Именно богатырь. Богателей у нас. Один. Тридцать витязей прекрасных чередой из вод выходит ясно. А через леса, через моря колдун несет богатыря. Браво Анна! Один богатырь там. Ну, на подборе вы заработали пять очков всего. Но тоже это все-таки, как говорится, деньги. Работник балда нанимался. К диаку. Б. К попу. С. К пановарю. Да. Б. К попу. К попу, конечно. Жил-был поп колоконный лов. И заканчиваем. Рассказывают, что Пушкин подарил Ершову сюжет сказки. А. Золотой петушок. Б. Конек-горбунок. И. С. Гуси-лебеди. Да, Ксения. Конек-горбунок. Конек-горбунок. Самая главная, единственная известная книга Ершова. Браво! Браво, браво, браво. После тест игры 125-75 великолепно сыграла Ксения, великолепно сыграла Анна. Игра приближается к положению весов. А у нас слайд. Игра «Любимая забава наших орудий. Пятерочников». Играем. Слайд. Нет. Итак, простая у нас слайд игра. Сегодня обыкновенная азбука. Картиночка, буковка. Посмотрел, ответил. Родион, кто способен? Нас. На это способна Лена. Лена способна. О-о-о. Серьезный соперник. Даша, кого вы отправите в бой? Юля. Итак, Лена против Юли. Вперед! Юля! 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 Итак, Леночка, Юлечка, ничего сжать не надо. Я по очереди буду представлять вам слайды. Даже буду уходить со своего места, чтобы вы прекрасно все видели. Начинаем мы с выигрывающей стороны. И начинаем мы с буквы А. А, Лена, прошу, первый слайд для вас. Тишина. Это алмаз. Это не алмаз, алмаз немножко по-другому выглядит. Прошу вас. Аметист. Нет, это не аметист, это срез камня агата. Это агат. Теперь вы это знаете. Великолепно. Юля, играем с вами. Прошу. Банковская карточка. Да, банковская карточка. Банкомат. Принимается оба варианта. 15 очков заработали для команды. Браво. Лена, что перед вами? Внимательно смотрите. Лена, что перед вами? Это валенки. Валенки, конечно. Валенки, валенки. Вот такие красивые валенки декоративные. Юля, с вами? Это гречка. Это гречка, цветы, листы, гречневая крупа. Великолепно. Берем с первого раза. Итак, Лена, с вами. Вот такое символическое изображение. Много о нем в последнее время говорили. Ну? Не? Ну? Юля, что перед вами? Дружество. Дружество. Да нет, олимпийские кольца. Там, заметьте, рука со шприцем. Вот так символически изобразили допинг. Именно допинг. Хорошо? Юля, играем с вами. Прошу. Кто она? Это Ева. Это Ева, конечно. Езми и яблоки в своем месте. Отлично. Лена. Тишина, тишина. Это жук. Это жук. Нет, это не жук. Я сказал, какие страшные е. Значит, точно уже не жук. Юля, может, вы ответите, что перед вами такое? Жало. Жало – это жвалы, жвалы насекомого. В школе это учили, теперь вы это знаете лучше меня. И обращаюсь я к нашей Юле. Юля. Засуха. Засуха. Великолепно. Прошу, Леночка. Это Иа. Ослик Иа, Иа, который я обмечаю, называют Йо-Йо почему-то. Ну, не знаю, почему так у них написано. Великолепно. Юля. Это ключ. Это ключ разводной гаечной. Великолепная игра. Итак, смотрим счет. 155 дворец, 150 гимназия. Юля. Блеснящая. Ну, и теперь риск игра. Единственная игра, в которой у нас есть штраф. Правильно ответил? Плюс 20. Неправильно? Минус 20. Ну, я догадываюсь, что у нас самый рисковый пацан в дворцовской команде – это Родион Полевой. Сам на себя берешь? Вы правы. Я прав, конечно. А Даша у вас? Пойду я. Итак, Даша. Больше оптимизма. Больше страсти в глазах. Вперед! Итак, внимание. Итак, внимание. Игра со штрафом. Риск игра. Тема – буква А. Эта наука изучает звездное небо над нами. Родион. Астрономия. Астрономия. Вы правы. Играем. Тема – две буквы. Именно так в сказке лиса съела колобка. А. Ам – и съела. Даша, неужели вы не знаете, как лиса съела колобка? Тем более цвет у вас такой подходящий. Только колобков есть. Играем. Наша Маша. Его флагманским кораблем была Санта Мария. Да. Христофор Колумб. Вы правы, это Христофор Колумб. Общее слово. Свадьба, осень, монета. Золотая. Золотая свадьба, золотая осень, золотая монета. И заканчиваем. Этим словом православные, потому что тема – дела духовные, этим словом православные заканчивают молитвы. Даша. Аминь. Аминь. Это ваш правильный ответ, но он уже не спасает команду 71-й гимназии, которая впервые вышла сюда к нам играть, и которая аплодирует студия. Безумству храбрых поем мы песню. Счет почти выравнился, а сейчас он 225-170. Я вношу в память нашего компьютера, я записываю здесь, что команда дворца набрала 225 очков. У нас еще две отборочные игры и финал в этой ювенальской серии. Так что вот результат этот будет трудно кому-то превзойти. Первая отборочная игра в ювенальской серии завершена. Сборная дворца одержала такую сильную победу. Кстати, вот то, что в руках сейчас у Ксении, и команда уже облизываться начинает, этот сладкий приз предоставил наш постоянный и любимый партнер – самомойка на солнечной обездной А4Г, пылесос, все виды мойки, автохимия по разумным ценам, великолепное место, душевная, добрая самомойка на солнечной обездной А4Г. Заезжайте. Я напомню вам, что нужно смотреть остальные отборочные игры. Не просто потому, что следить за щей-то борьбой, вы получаете новые знания. Помните, как говорится у нас, смотрим пятерку, получаем десятки. Эруди пятерка. Субтитры подогнал «Симон»